Друзья, завтра мы узнаем решение ФРС поставки, и это будет главный день для финансовых рынков, как акций, так и криптовалют. Текущий прогноз поставки плюс 75 пунктов с вероятностью 85%. Давайте разберем три сценария того, что произойдет завтра и какой тренд на рынках будет в ближайшие несколько недель, в зависимости от действий ФРС. Сначала короткое вводное, почему все внимание сейчас приковано именно к ФРС. В текущих экономических условиях главной проблемой для финансовых регуляторов многих стран является высокая инфляция, которая в США еще накладывается и на политическую обстановку. Напоминаю вам про довыборы в Конгресс с этой осенью, по результатам которых демократическая партия рискует потерять большинство в обоих палатах. А это значит, что для продолжения своей политики Байдену придется идти договариваться с республиканской партией. Конечно, Байден и демократы не рады такой перспективе, особенно с учетом очень низких текущих политических рейтингов. И поэтому им нужно показать американцам хоть что-то, например, решительную борьбу с инфляцией, которая хоть и снижается уже два месяца подряд, но все еще остается на критически высоком уровне 8,3%. Бороться с инфляцией должна ФРС, которая может это делать за счет повышения ставки. И хоть их старания ограничены огромным государственным американским долгом, обслуживание которого становится дороже при росте ставки. Но как минимум до выборов администрация Байдена будет требовать от ФРС решительных действий. И поэтому самый оптимистичный для финансовых рынков сценарий имеет крайне низкую вероятность стать реальностью. По данным сценарием я подразумеваю повышение ставки ФРС всего на 50 пунктов. Но если нечто подобное вдруг произойдет, тогда мы получим очень мощный рост по S&P 500 и биткоину. Если говорить за S&P 500, это будет быстрое возвращение в район примерно 4100 пунктов. А по биткоину можно будет ожидать снова увидеть цену около 22000 долларов. Причем для инвесторов это будет означать переход ФРС к более мягкой монетарной политике, что в долгосрочной перспективе может быть расценено, как прохождение дна по медвежьему рынку. Но как уже сказал, такой сценарий на сейчас кажется практически невозможным. А уже второй вариант сейчас наиболее вероятен. Расскажу про него сразу, как напомню про наш канал в Телеграм. Под видео есть ссылка, переходите и подписывайтесь. Кто еще не успел этого сделать? Второй умеренный сценарий подразумевает повышение ставки только на 75 пунктов. В начале ролика говорил, что сейчас вероятность такого события 85%. Само повышение ставки на такой уровень, уже как любят говорить трейдеры и аналитики, заложено в цену. И тут с ними можно согласиться. Это хороший знак на самом деле, который позволяет сделать вывод, что в случае именно такого, я подчеркну, ожидаемого решения мы не получим массовой распродажи в акциях и криптовалютах. Небольшая волатильность, конечно, возможна, и биткоин могут придавить, например, к 18 тысячам долларов. А по S&P 500 снова увидим курс в пределах 3700 пунктов. Но это лишь половина дела. После оглашения решения по ставке глава ФРС Джером Пауэлл по традиции будет давать интервью. И вот там начнется самое интересное. Прошлый раз Пауэлл давал интервью 26 августа. И вот что тогда случилось с ценой биткоина. Тогда он пугал всех тем, что инфляция может надолго закрепиться на высоких уровнях. И что для борьбы с ней ФРС готовы проводить жесткую монетарную политику. Даже если это приведет к росту безработицы и рецессии в экономике. Скорее всего мы услышим продолжение именно такой риторики. Как я уже говорил, на ФРС давит администрация Байдена и требует от них результата по борьбе с инфляцией. Сами выборы пройдут 8 ноября. И до этой даты у нас будет еще одно заседание ФРС по ставке 2 ноября. Что заставляет задуматься о продолжении текущих страхов на рынке как минимум до начала ноября. Конечно, Пауэлл может выйти к прессе и заявить, что это было последнее такое сильное повышение ставки. Что мы видим положительную динамику по инфляции и поэтому в ноябре будем рассматривать повышение максимум на 50 пунктов. Если такое произойдет, то мы увидим резкий разворот на рынках и возвращение S&P 500 на 4000 пунктов, а биткоин для начала на 20 тысяч. Но я уже рассказал вам, почему шансы на подобные заявления низкие. И скорее мы просто услышим, что инфляция наш приоритет. И регулятор будет делать все необходимое, чтобы ее снизить. Особенно после того, как 13 сентября были опубликованы данные по инфляции. И хоть она и падает второй месяц подряд, но снижение оказалось ниже прогноза. А биткоин снова полетел вниз, потому что такая статистика указывает на самый плохой сценарий, про который говорила ФРС. Согласно которому инфляция еще надолго останется на очень высоких уровнях. Друзья, как вы оцениваете ролик с разбором предстоящего события? Если он вам нравится, ставьте лайк. А кто заглянул на канал впервые, подписывайтесь. У меня для вас будет еще много полезного контента. И перехожу к третьему, самому негативному сценарию. Вероятность самого плохого сценария на сейчас рынки оценивают от 15 до 17%. Он подразумевает повышение ставки ФРС сразу на 100 пунктов. И вот это может стать ударом, как говорится, ниже пояса. После чего биткоин и S&P 500 могут в течение нескольких дней обновить свое дно. Напомню, что для биткоина это 17600 долларов, которое было установлено в июне. По S&P 500 мы установили дно фактически в то же время и составило оно 3674 пункта. Почему такой плохой прогноз? Для инвесторов готовность ФРС еще сильнее ужесточать монетарную политику станет сигналом неизбежной рецессии в экономике. Что впоследствии может перейти в полноценный финансовый кризис. Тут также важно напомнить, что формально Америка уже в состоянии технической рецессии. Потому что в течение двух последних кварталов ВВП страны показывал падение. Но они ее не признают и называют ожидаемым замедлением экономики. При таком негативном сценарии можно будет констатировать возвращение медведей на рынке и их доминирование как минимум на следующие несколько месяцев. И конечно же также будет пресс-конференция Паула, на которой он может еще больше усугубить ситуацию. Например, рассказать про количественное ужесточение. Это процесс продажи активов с баланса ФРС, которые с сентября должны были увеличить в два раза до 95 миллиардов в месяц. Мы с вами разбирали в Телеграм, что в течение летних месяцев вместо заявленных 47 миллиардов долларов, ФРС продавала примерно на 36 миллиардов. Они могут и дальше сдерживать эти продажи и ввести их ниже плана, а могут наоборот увеличить и что еще хуже, заявить об этом. Пока ФРС молчит на данную тему, но возможно просто бережут такой козырь для завершающего удара по финансовым рынкам. Что бы там ни случилось завтра, будем оперативно освещать и разбирать в Телеграм. Кто еще не подписан, переходите по ссылке под видео. Спасибо за просмотр, ваш Коинпост.